Нотариусы в сделках. Как это работает? Рассмотрю в этом ролике. Вы на канале Приоритеты. С вами, как всегда, юрист в сфере недвижимости Евгений Корсакин. Переходим к теме. Один из самых обсуждаемых недавних новелл – это удостоверение сделки с участием двух нотариусов, без их совместного личного присутствия. Дистанционный формат работы нотариата на протяжении нескольких лет обсуждался профессионалами, которые апеллировали к опыту стран Западной Европы. Так, например, во Франции возможность совершить сделку удаленно несколькими нотариусами существует уже достаточно давно. На практике процедура выглядит следующим образом. Участники сделки выбирают нотариусов и с их участием создают проект сделки. Прописывают в ней все существенные условия, а затем подписывают сделку в бумажном и электронном варианте. При этом электронный вариант подписывается простой электронной подписью сторонами сделки и квалифицированной электронной подписью нотариусами. Бумажные экземпляры договоров остаются в делах нотариальной конторы, а электронные экземпляры договоров хранятся в единой информационной системе нотариата. У сторон возникает обязанность оплатить нотариальный тариф за совершение этих действий в электронной форме. И в случае признания сделки недействительной, за причиненный вред отвечать нотариусам будут солидарно. Как показывает практика, ответственность нотариусов гарантирована системой страхования. Например, если обратиться к статистическим данным, то можно с уверенностью констатировать, что нотариусы ошибаются редко и всегда несут ответственность за совершенные ошибки. Так, за 2020 год по России зафиксировано 15 случаев возмещения убытков, которые возникли по вине нотариусов. Ущерб в 5 миллионов рублей был выплачен за признание недействительной доверенности на продажу квартиры, которую удостоверил нотариус. В ходе разбирательства было выяснено, что собственник недвижимости имел недействительный договор купли-продажи. Учитывая данный факт, сделка была признана недействительной, а причиненный ущерб был выплачен полностью. Если видео было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, берегите себя и свою недвижимость. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!